Водолей Водолей Сколько мы общаемся уже с Жеромом, я не знаю кто он по знаку зодиака А может быть Жером так же как и я Водолей? Нет? Я рак О, у меня мама рак Забавно Жерон Бланшар. Он родился под знаком рака с восходящим знаком льва. Это человек очень яркий, человек, который настроен на победу, но как рак он человек чувствительный, очень, и у него очень многое зависит от настроения. Это не остановит! Юлия Савичева. Она, конечно, водолей с восходящим знаком козерога. Человек упрямый, целеустремленный, жесткий внутри, но склонный к совершению экстравагантных поступков. Весу родилась, весу она росла, зимой лето стройная, зеленая. Водолей и рак. Прекрасное сочетание. Очень многое зависит от позиции Водолея, и все зависит от Юли. Пусть она по интуиции выберет себе любой цвет из теплой гамбы, но не его рассчитывает и верит в свою победу. Тогда все будет так, как она задумает. Конечно, приятно, когда говорят «хорошее», «хорошее» всегда приятно послушать. И пошел за ней! На сцене национальное достояние. Бравый коллектив, добрые молодцы! На льду пара номер 12. Юлия Савичева и чемпион франции Жером Бланшар! Говорит, что некрасиво, некрасиво, некрасиво Отбивать девчонок у друзей своих. Это так, но ты с Алешкой несчастлива, несчастлива, А судьба связала крепко нас троим. Как же быть, как быть, запретить себе тебя любить? Не могу я это сделать, не могу! Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих Мне не будет в жизни доброго пути. Часто быть с тобой рядом И сметь сказать о главном Этого не пожелаешь и врагу. Ну, ответь, мне нет при встрече Чтобы стало сердцем легче Я так больше жить, поверь мне, не могу. Как же быть, как быть, Запретить себе тебя любить? Не могу я это сделать, не могу! Лучше мне уйти, Но без грустных нежных глаз твоих Мне не будет в жизни доброго пути. Как же быть, как быть, Запретить себе тебя любить? Не могу я это сделать, не могу! Лучше мне уйти, Но без грустных нежных глаз твоих Мне не будет в жизни доброго пути. Мне не будет в жизни доброго пути. АПЛОДИПИСМЕНТЫ АПЛОДИПИСМЕНТЫ На льду Юлия Савичева и чемпион Франции Жером Бланчар. У этой пары отработано все, даже поклоны. Юля, еще раз на нашу трибуну. Пожалуйста. Вот, молодец, молодец. Опа! Уважаемые участники вокального инструментального ансамбля Добрый Молодцы, мы вам очень рады. Как вам наша русско-французская пара? Я чуть не уехал вместе с ними, просто так волновался за них. Ну, очень-очень здорово, мне понравилось. Спасибо большое. Это были Добрый Молодцы. Коля, тебе как? Мне очень нравится, как работает эта пара. Мне очень нравится, они все время придумывают очень все больше сложностей. У меня единственный к ним вопрос. Причем тут испанские костюмы? Отвечает Юля. Саветева. Спугалась? Тогда же Роб Ланшар. Я тоже сейчас спугал. Давай, Юля. Горошек, который вы видите на платье, это как раз те времена, когда носили платье в горошек. Это было очень модно. Ну, горошек никак не испанский, скажи. Ну, мне кажется, да. Где вы видели горох в Испании? Может быть, где-то и есть? Мы с вами ничего не понимаем. Горох в Испании бывает как раз испанский. А не правда. Крупный, да. Ну, Максим. А у нас был помельче, помельче должен быть, да? Помельче. А здесь испанский, а он вообще в костюме фламенко. Вы нас немножко сбили, когда вышли сюда. Это правда. Костюмы мы не поняли. Простит меня жюри, если начинают искать какие-то проблемы в костюмах, то, значит, не могут найти проблем в вашем катании. У нас не было проблем с костюмами, Игорь. Извини меня, пожалуйста. Но нам с Еленой Анатольевной был просто вопрос. При чем тут Испания? Все. Господа, если вы не видите, что это просто открытый, выраженный испанский костюм, мне вас, извините, очень жалко. Мы любим Испанию. Мы любим Испанию. Я думаю, что в 80-е годы, когда они шли на дискотеку, они просто делили то, что у них было от мамы. Что было, то и надели. В 80-е на дискотеку ходила я. И ни черта мы так не одевались. Если уж хотите, правду матку. Танечка, тебе наш француз понравился, учти, ему переводят. Жером, вы мне очень понравились. Юлечка, вы мне очень понравились. Танец мне понравился. Он был нежным, лиричным и от души. Спасибо. Дима, мы соскучились по твоему басу. У меня лирический баритон. Костюмы, а почему бы, собственно, не про Лешкину любовь? Какая, собственно, разница? С точки зрения фигурного катания, у них все получается настолько интересно, настолько искренне, настолько с огоньком, что, в конце концов, даже эти костюмы заставляют нас еще и еще говорить об этой паре. Посмотрите, какая поддержка. Сказалось ощущение, что они сейчас закружатся и полетят. И здесь мы этого не видим, потому что Юля, она просто как настоящий человек-паук. Она настолько адаптирована к телу Жерома, что каждая поддержка – это просто какая-то находка вообще фигурного катания. Посмотрите, она одна способна сделать многое. Вдвоем они способны сделать еще больше. Он держит ее одной рукой. Она воздушная. Она практически ничего не весит. А все почему? Потому что она катается здорово. Какие же они легкие, какие изящные. Какое прекрасное было выступление. Переходим к парной гребле нашего жюри. Итак, в шестером, стройными рядами, начинает Сергей Дробатенко. Не даю ему открыть рот, потому что сейчас он голосует. Сергей Дробатенко голосует. Вы посмотрите, какую же оценку ставит Сергей Дробатенко. Или он попытается сейчас переговорить скромного комментатора. Вам слово, Сергей. Потрясающе. Он точно грибцом был в молодости? Я хочу сказать пару слов в защиту Юли, в частности, ее костюма. Дело в том, что в песне «Алешкина любовь» ни слова не говорится о том, что Алешка любил русскую девочку. Она могла быть и испанкой. Поэтому все сходится. 6-0. Николай Басков. 5-5. Николай Басков. Илья Анатольевна Чайковская. 6-0. Николай Цискоридзе. 5-5. Татьяна Догилева. 6-0. Господин Хореограф. Игорь Бобрин. 6-0. Общий балл равен 35. 35 баллов. Это неплохо. Юлия Савичева и Жером Бланшар. Спасибо. Между этими... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова А.Кулакова